Лучевая терапия Лучевая терапия Лучевая терапия Лучевая терапия применяется в различных методиках. Это может быть предоперационная лучевая терапия, если опухоль на момент начала лечения является неудалимой хирургически, то есть если ее размеры не позволяют или инвазия в окружающей ткани, ее удали хирургически. Часто лучевая терапия используется в послеоперационном плане, когда хирургическое лечение уже проведено, опухоль фактически отсутствует в организме, но тем не менее с профилактической целью, чтобы мы застраховались от рецидива болезни, мы лучевой метод тоже используем. Часто используется в самостоятельном плане, то есть это тот случай, когда лучевая терапия позволяет достичь полного излечения, как, например, бывает при раке предстоятельной железы, при каких-то других опухолях. И, конечно, широкое применение лучевой терапии находится в палеоактивной медицине, когда мы не можем вылечить саму болезнь, но это не значит, что мы не можем помочь пациенту, и в этом случае наш метод лечения позволяет облегчить те тягостные симптомы, которые влечет заболевание. Это снятие болевого синдрома при костных метастазах, это лечение метастазов в головной мозг. В общем-то, спектр применения лучевой терапии, он чрезвычайно широк, и уже мировая статистика говорит о том, что 70 и даже выше процентов всех пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, на том или ином этапе своей жизни будут нуждаться в лучевой методе лечения, либо в радикальном плане, либо с палеоактивной целью. Во-первых, пациент обязательно проходит предлучевую подготовку, это снимки КТ и МРТ, которые позволяют будущим лечащему врачу визуализировать опухоль, то есть мы достоверно видим воочию, в реальном времени, ту мишень, какую мы должны облучать, это опухолью и клетки, или ложе удаленной ранее опухоли, и мы видим те критические органы и ткани, которые мы обязаны защитить от облучения или переоблучения. При этом после этого снимки и план лечения передается в работу эксперту физику, который уже планирует глубину проникновения пучка заряженных частиц, которые генерируются линейным ускорителем. И именно в нужной точке происходит высвобождение энергии из этого пучка, что позволяет разрушать ДНК опухолевых клеток, таким образом излечивать наше заболевание. В некоторых случаях они уже сейчас могут заменить его, потому что существует совершенный метод лучевой терапии, это стереотоксическая лучевая терапия, которая часто находит применение при опухолевых заболеваниях головного мозга. Хирургические вмешательства на этих зонах, они часто сопровождаются потерей трудоспособности у лиц молодого возраста, либо нарушением качества жизни у пациентов. Стереотоксическая лучевая терапия, если применение технически возможно в данном случае, она достигает, в общем-то, тех же по результативности эффектов, сравнимых с хирургическим удалением опухоли, но позволяет избежать как осложнений хирургического лечения в виде потери трудоспособности или каких-то функций организма, так и рисков самой операции, связанных с анестезиологическим пособием, ну и самим хирургическим лечением. Ну, как любой метод лечения в онкологии, лучевая терапия, к сожалению, тоже не безразлична для организма метод лечения и сопровождается своими реакциями и осложнениями. Некоторые реакции неизбежны, как наша кожа неизбежно загорает при контакте с солнцем, так и ткани нашего организма определенным образом реагируют на воздействие ионизирующего излучения. Это отек тканей, это гиперемия кожных покровов при облучении наружно расположенных опухолей. Также бывают порой более серьезные реакции при облучении глубоко залегающих опухолей, и как раз в этом достоинство нового ускорителя, что число реакций, а тем более осложнений, оно сводится к минимуму. Лучевая болезнь не развивается при лечении на линейном ускорителе, как, в принципе, на любых гамма-терапевтических аппаратах, поэтому бояться этого не следует. На сегодняшний день закончило лечение на новом ускорителе уже 42 пациента, и констатировать достоверно можно его высокую эффективность, потому что наш первый пациент, который был на нем пролечен, уже обследован после завершения нашего лечения, не констатирован полный регресс опухоли, то есть его можно считать, если не полностью излеченным, то достижение стойкой ремиссии можно констатировать однозначно. И плюс у пациентов, которые сейчас находятся в процессе лечения на ускорителе, также можно констатировать хорошую переносимость лечения, то есть хорошее самочувствие, это сохранение качества жизни, это сохранение социальной активности, это возможность пациента получать лечение в условиях дневного стационара, потому что за счет как раз прецизионности лучевой терапии на ускорителе мы снижаем токсические эффекты от нашего лечения. Продолжение следует...